Всем здорова, друзья, с вами Тима, и сегодня я бы хотел немножко пофаниться, как раз так я нахожусь на вот этой вот базе, где мы сегодня будем фаниться. И смотрите, что я сегодня хочу проверить. Я сделал 4 джампа на своем 9 ТХ, и хочу кинуть вот сюда вот джамп. Вы сейчас видите, на забор смотрите. И хочу посмотреть, зайдут ли сюда войска вообще или нет. Если же войска заходят, то пойдут ли они по вот этому всему лабиринту. Если же войска не заходят, я там сделал 4 джампа, скидываю сюда джамп, скидываю вот сюда еще джамп. В общем, 4 джампа я скидываю. Пойдут ли они по джампу или же пойдут вокруг всего этого лабиринта. Мы сегодня это проверим. И если у меня ничего не получится, я весь этот лабиринт сокращу вдвое и посмотрим, все-таки пойдут ли войска по этому лабиринту или же у нас также ничего не получится. Скидываю испытания с телефона и давайте приступим ко всему этому делу, к тесту так сказать. Так, все, мы попали на эту базу. Давайте скидываем первый джамп наш. Вот так примерно он зайдет. И давайте начнем с одной вальки. Так, валька пошла по кругу. Пека. Пека тоже пошел по кругу. Давайте накинем второй джамп. Так, ну они так и пошли туда дальше. Давайте скинем вальку. Ага, все, теперь войска пошли в центр. А голем все равно как-то куда-то не туда пошел. Смотрите-ка. Очень странно. Королева пошла вот по центру. А вот голем обошел. Ну, судя по всему, строение дефа стояло намного ближе. Да, вот как раз таки бомбежка стояла ближе. Ну и все же, как я скинул второй джамп, войска пошли в центр. Очень прикольно. А вот на один джамп они как-то не реагировали. Но я как понял, все войска ищут короткий путь. И поэтому они все пойдут по кругу, если же не будет здесь лежать 3-4 джампа. Ну и вот такой вот первый тест. Давайте продолжим дальше. Сейчас придумал еще кое-что интересное. Давайте вам прямо сейчас покажу. У меня как раз таки было заготовлено заклинание скелетное. Скелетон спелл. И хочу скинуть в центр и посмотреть, будут ли они долбить забор. Или же все-таки пойдут по лабиринту. Поэтому давайте скидываем и смотрим. Так, скелетики пошли сюда. И что, по лабиринту пойдут что ли? Нет, все-таки, как я и говорил, все войска ищут ближний путь. И даже эти скелетики тоже начинают бить забор. И теперь понятно, что лабиринт нам сокращать надо вдвое. Или давайте вообще маленький лабиринт сделаем. Давайте сократим еще поменьше. В общем, давайте сокращаю я и продолжаю запись. Сократил я свою базу и думаю, сейчас будет что-то интереснее. Конечно же, базу переделал. Давайте скидываю испытания и смотрим на вот это вот творение. Вот такая вот база. Сейчас буду запускать вот отсюда примерно юнитов. Вот здесь я поставил как раз-таки хранилище и строение дефа. Ну и я вот что-то не уверен, что пойдут сюда войска. Ну что ж, посмотрим. Давайте скидываю я голема. И тем не менее, они пойдут. Да? Давайте королеву. А если я скину джамп, они будут прыгать или что? Да, они все-таки прыгают. Так, зря я, судя по всему, джамп скинул. Давайте проверим все-таки для начала без джампа. Повторно скидываю испытания. Так, все. Повторно испытания. Без джампа теперь проверяем. Все-таки в окружную пойдет голем или же нет. Так, смотрим за големом. Давайте что-нибудь побыстрее скинем. Хок явно перепрыгивать будет. А вот голем он все-таки обходит. И здесь он тоже так же обойдет. И все-таки наш голем идет по этому лабиринту. Теперь давайте я вытащу вот это вот за забор. И вот здесь сверху тоже проделаю дырку. В общем, доработаю базу и опять продолжу. Я доработал базу. И сейчас уж точно будет хард-эксперимент. И я думаю, это последнее, что будет у нас. Не знаю, сейчас что получится. Смотрите, что я хочу сделать. Нажимаем в атаку. Засрал весь чат своими экспериментами. Вот такая вот база. Здесь поставил хранилище дырка и мортиру. И хочу пустить, смотрите как. Голема прям в центре вот этой заборинки скину. Чтобы утвердиться, он пойдет снаружи или же пойдет в лабиринт. Итак, скидываем нашего голема. Он пошел снаружи. А я по центру скину или нет? Давайте вот так. По центру. Так, ну все, значит они идут отсюда. Скидываем отсюда. Все ясно. То есть они выбирают ближний путь. И если я чуть пониже сдвигаюсь, то они идут уже по лабиринту. И все-таки они идут по лабиринту. А я думал, они выйдут и пойдут по вот этой вот части как раз таки. Ну и точно последний эксперимент. Сейчас мы будем проводить эксперимент с гоблинами. Посмотрим инстинкт наших гоблинов воровать ресурсы. Так, сейчас покажу, что я вообще хочу проверить. Как вы видите, я сместил вот эти хранилища. Здесь у нас ничего нету воровать. И смотрите, я скидывал вот здесь джамп. Потом вот сюда джамп. Или как лучше скинуть, даже не знаю. Короче, вот так вот джамп мы скидываем. Делаем как бы путем. Так, они по нашему пути идут. А нет, они все-таки в лабиринт заходят, потом опять перепрыгивают. То есть идут наперекосяк они все-таки. И, друзья, я все проверил, что хотел. Но теперь я знаю, что у каждого юнита есть свой инстинкт. И они идут на определенное свое строение. То есть гоблины идут на ресурсы. Голем идет на девстроение. И теперь даже новички знают, что каждый юнит идет на свое строение. Близким путем. Ну что ж, друзья, буду закругляться. Я надеюсь, вам понравились небольшие такие эксперименты. На сегодня все. Всем удачи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok